пока зима привет лето давайте садимся ребят всем привет сегодня у нас день вылета сегодня 4 января нам пора ехать гонжоу учеба погуляли как говорится и будет татьяна анатольевна моя мама едет провожать со всеми уже поцеловались обнялись вот сожалению всем не получилось выехать мишками мишка поцелуйте самолет вот это нельзя это ведь и приобещают разорили бабушку страшного зато буты вы видел бы какие глазки прямо блестящие были шоколадки здесь вы не были 7 дней пробыли долго это или коротко мало конечно но мало в плане там встреч там каких-то там совместных времяпровождение но было свободное время намерзли аллергия всякая выскочила руки начали шелушиться начал все шелушиться все начало чесаться уже зимы если честно для праздника это достаточно конечно не хватило времени встретиться там с одними друзьями с другими друзьями но гулять уже хватит татьяна мне честно скажу мало вам мало было надо еще больше я люблю вас безраздельно я вот этих вот мартышек по ним скучаю безлимитно безлимитно да что-то ну пуль просто поцеловала как папа все хорошо хорошо все мамулечки мамулечки пока я пошел по мне прям тяжело держать смотрите еще взял в руку видео видео звонок делала сверху свою куртку потому что в ее тоненькой курточки очень холодно мы ее куртку теплую оставили здесь сейчас подарили подарочек рюкзачок урленок холмс идет по следу похоже игра меня зовут куда-то здесь раскраска вообще такая развивал рюкзачок тебе просто рюкзачок а ерес краски дали за дверью конец дали сейчас я буду пробовать Я себе взял гречку, хочу посмотреть, что там гречка с грибами, говорят. Все, мяса не будет. Что-то я как-то уханулся маленько с мясом. Вот, на тарелку ешь. А то будет десерт, да? Да. Ну что, прилетели, четвертый час уже, в общем идем получать багаж, заказываем такси, едем домой. Все, ребята, получили багаж, вышли на улицу. По ощущениям градусов, наверное, 18. Пасмурно. Наша задача сейчас заказать такси, потому что здесь, смотрите, забор. Здесь раньше его не было, там дорога. Какой-то ремонт идет. Непонятно, в общем сейчас найдем, где парковка, где такси. Как тебе по ощущениям? Вчера по снегу ходили, а сегодня уже вон в тепло приехали. Как тебе такие ощущения? Интересно? Клево, нравится. Клево, да? Да. Дети спят, короче. Ага. Заказали дети, потому что дешевле, да? Сейчас он нас упакует и поедем домой. Зеленью какой-то пахнет. Слушай, так необычно, да? Из зимы в лето, да? Да. Ну, потому что 18 градусов, я считаю, что это лето. Необычно это как-то, знаешь, но необычно. Из лета в зиму необычно. Ребят, мы были неделю в зиме и за это время покрылись всякими аллергическими штуками. Вероника чешет себе пузо. На руке какая-то фигня у него выскочила. Щеки начали такие. В общем, какая-то сухость появилась. И вот, что хотел я ребят сказать, потому что мы приехали сюда. Здесь такой, сейчас какой-то, ну, как влажность такая стоит. Я прям ее вижу, я прям чувствую ее. Вышли, да, и дождя нету. Какой-то, как туман, да, или как сказать, да? Да. Прям туман еще какой-то стоит. Кстати, мы когда первый раз приехали тоже, тоже приехали с аллергией, со всеми делами. И буквально, не знаю, за неделю там, да? Пять дней у детей пришла вся аллергия. Вот так вот. Так что будем увлажняться. Холодно дома, они цветы живые. Смотри, прям стоят. Классно. Все, ребята, мы приехали дома. Скорее, скорее спать. Под елочкой какие-то подарочки лежат, смотрите. Это вообще какая-то концентрация ловов. Просто вообще замученные девчонки. Можно откроем сейчас? Нет, сейчас смыться спать. Все, ребята, давайте не будем, в общем, долго тянуть, надо отсыпаться. Завтра увидимся. Завтра будем дарить подарочки, наверное, да? Мы себе подарочки привезли небольшие. Хозяину надо подберить. Хозяину дома, в смысле. Хозяину дома, Джеку. Джеку нашему учителю. И отправить нашему китайскому другу. Китайскому другу, который помогает содержать китайский канал. Помогает. Он нас прям сопровождает, подсказывает, что делать и так далее. Мы ему тоже подарочек взяли. Увидимся завтра. Пока. Сэй, 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 сэй. Подарили хозяину нашему квартиру гостинцы. Как и обещали. В наше отсутствие почему-то кончился интернет, или он отключил интернет, говорит, я, говорит, перейду на новый тариф. И вот он пригласил мастера. У нас, в общем, в наше отсутствие не было интернета. Он не стал его делать, потому что, чтобы он не переплачивает. Бай-бай. Вот. И вот мастер сейчас сегодня придет. Нам сейчас все подчинит. Кстати, компания называется Чайный Телеком. Сейчас там поставят интернет, будет 100 мегабит. Тем временем разобрал чемодан, убрал зимние вещи. Так, на токательную куртку убрать. И что-то мы совсем замерзли с Вероникой. Два обогревателя достали. Смотрите. Греет. Вы знаете, сейчас так прям тепло стало. В общем, время-то уже вечер, на самом деле. Уже 6 часов. Скоро должен прийти наш учитель, Джек. Это заданное домашнее задание на каникулы, на выходные. У меня в школе на выходные только математика ученица задала уроки, а китайская и английская не задала. До прихода Джека немного поделать. А то, что сложно, Джек мне поможет. Хелло, Джек. Хелло, Слава. Хеллоу. Хеллоу. Уроки будешь делать? Готово? Был, в общем, у нас мастер. Поменял нам коробочку вот такую. Это, кстати, коробочка от Чайный Телеком. Не знаю, почему он ее поменял. Кстати, она, так и понимаю, тоже, кстати, раздает Wi-Fi. Так, и он сказал, что нужно поменять роутер. Роутер, говорит, старый, говорит. На старых сетях работает 2,4 ГГц. Надо, в общем, переходить на 5 ГГц. Я протестировал. Скорость у меня, допустим, провайдер 100 Мбит выдает. А именно на сетях 5G зашкаливает под 150, под 160 Мбит. Ты сделал уроки? Да. Завтра что будем делать? Майя Макса позовем. Ну что, ты сделал уроки, нет? Нет. А, он стал уже искать. Много тебе еще осталось? Ну, в принципе, нет. Ну давай. Я буду узнать, Майя Макса к нам приедет завтра или нет. Что тут у нас происходит? Катя, в общем, готовит. Спагетти, да? Да. Хотим показать вам, что мы привезли из России. Ну, вы купили одно багажное место, и поэтому не стали сильно нагружать. Была идея сходить в магазин, там, купить это, 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 это. А потом думали, куда? В общем, взяли прям самый смак, самый сок. Смотрите, что здесь у нас. Кто угадает? А никто. Что? Корюшка. Корюшка. Товарищ. Корюшка с икрой. Посмотрите, какая вкуснотища. А, грамм с высот. С китайским пьем. А, вечером, да? Вкуснотища, да? Да. Ай-яй-яй-яй. Так, что мы еще взяли? Ребята, смотрите. Подарочки, пожалуйста. Это, два Нового года подарены. Коньяк обязательно, потому что здесь коньячок, вот такой вот, на самом деле, сложно найти. Это Анечка подарила маме. Ага. Подарочки. Так, это у нас, получается, подарок от кого? От бабушки Люды. Игра такая. Будем играть? Да. О, тут с деньгами. Вот еще подарочек она нам подарила. Тут лак еще есть. Показывай. Так, это непонятно, это что это? Это бабушка Люда просто купила. Ага, шоколадка. Это на день Женина. Ой, нам на Новый год подарили. Что? Это бабушка Люда подарила папе. Зефир. Она нас прям подсластила конкретно. Это, это Лена купила, Славина, сестра. Шиповник. Шиповник. Будем заваривать. От Лены, да. Мы взяли корочку и семечек от фенечки. Наши ангарские. Вкуснотища. Ну и шиповник я прям хотела. Да, шиповник еще. Я об этом сказала, когда были у нее в гостях. И она решила нам с собой снарядить шиповника. А это купили шоколадки маленькие, угощать китайцев. Вот так вот подойдите. Вот так подойдите. Да. Сейчас подарим Джеку. Джек, чашки не да. Спасибо. Ох, это очень красиво. Это маленькая. Это маленькая. Это Аленка. Аленка. Да, да, да. Что еще? Вот это, кстати, откуда появилось? Я чуть не понял. Мед. Это твоя мама мне подарила. Шишками. Шишками. Она мне в этот раз вообще такие необычные подарки подарила. Варенье из сосновой шишки, натуральный шоколад с коноплей и голубикой. Покажи. Покажи, покажи. Это для веселой и сладкой жизни. Сегодня к нам приедут Васильевы и мы сегодня вместе с ними проведем день. Будем подарить подарочки. Вы же в новом году с ними не виделись, да? Да, и они нам тоже, наверное, подарят. Ребята, как вы поняли, это уже следующий день. Время летит в Китае незаметно. Привет. О, привет. С Новым Годом. С Новым Годом. Майечка, иди обнимать. Ой, ты такой беленький такой. Он вернулся от меня. Он частями вас, да, привез? Да. У вас почти как у меня такие серые. Что? А, серые, серые. Что серые? А, шуба. Это у вас почти как у нас. Все разговоры только о Лолах, да? У меня в парке вчера попался, и у меня такая радостная была. Сейчас я вытащу соску и уже заняться. Даренька. «Приеет! Маме. Маме, мои дорогие подарки давно городаOurуна i а-а-а-а-а» А-а-а! Мама, можно подарки уже дарить? Мама, можно подарки уже дарить? Сейчас можно будет подарки дарить. Так это сама тапки Майечки дайте, пожалуйста. Это что, подарочек? А у меня Лена честная нет? А чекина. Ника. Ника подарила? Максу что подарили? Какой-то наборчик какой-то. Сейчас выкопаю, выкопаю. Десять плюс. Да. Десять плюс? Ну, актуально. По очереди, да? По очереди, как они лежат, они по важности. Давайте. Это Ники. То, что я знаю, ты любишь. Дополнение к дому. Это Коля Ростовова. Я знаю, что это. Тихо. Макс, а у меня-то, кстати, тоже подарочек тебе есть небольшой. А для меня. Почему небольшой? Специально. Шлем третьего уровня. Шлем третьего уровня. Кому его надевать? Не знаю, на рюкзак можно надеть. Вот помните, что у Вероники было, и она разбила, да? Да. Так что максимально, максимально аккуратно. Нет, у меня было, и там что-то я упала, и нет. Другой? Нет, это не другой. Дима. Все. Как в России. Ну, как тебе шлем третьего уровня? Дикольно. Ну, покажи-ка. Так, дальше. Мам, у меня тоже сама песенка. Так, а это папе и маме. Что, папе и маме тоже надо? Ну, как? Мучу себе. А что это такое? Это термос. Чтоб ты не замерз. Что бабушка говорит? Поль. Типа, вы не смотрите с ним? Это сериал. Слушай, она прям с удовольствием за хлеб смотрит, да? Вот еще пересказывает. Смотри, это вот главные герои там, видимо. Бухан. Мы подарок отправлять. Последний подарок, да, остался? Подарок, да, отправлять нашему Цюю, нашему другу китайскому, который помогает нам канал Китая делать. Да. Доехали до транспортной компании. Наш подарок будем отправлять экспрессом. Транспортная компания, которая занимается отправками. Так как наш друг живет в другом городе, нам придется воспользоваться доставкой. Вот это, в общем, ближайшая к нам такая доставка. ЗТО называется. Но это, кстати, прям не самый топчик из доставок. Самый топчик какой у нас? СФ по Китаю. Сейчас оформим отправочку. Как мы пользуемся курьерской службой? Подходим, даем адрес. Вон там Катя на Вичате подала адрес. Так как мы писать не умеем, просим. Она берет и заполняет. За что, собственно, большое спасибо. Они прямо входит в положение. Нужно адрес, номер телефона и имя получателя. Да. И она заполняет все. Смотрите, в общем, она сейчас заполнит. Мы оплатим. И все? Да. И получим квитанцию. Все, в общем, вот так. Он содержит джух, а это, кстати, рядом. Мы гуляли там недавно. Девять. Девять. И они стоят в доставках. Оплачиваем бичатом. Ууу. Мы отправили все подарочки. Ууу. Все, ребята, на этом наш выпуск заканчиваем. Перелет состоялся. И не получилось, к сожалению, отснять прямо вот сразу же. Отправить себе подарочки. Это уже... Сколько мы здесь уже дней находимся? Четыре дня уже, ребята, мы находимся в Китае. Вот. Концовку пишем только сейчас. Подписываемся на наш канал. Ставим лайки. Всем пока. Пока. Пишем комментарии. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok